Виталий Дымарский 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 Правоохранительные органы Обещали, что будет свободный доступ Ничего не будет прикрываться Так что имейте в виду Это тоже очень важный момент Они будут регулировать Сказали нашим коллегам Вчера на совещании в мэрии Что полиция будет регулировать Количество людей Поэтому сейчас они там Ограждают тротуар Тротуар будет работать Только в одну сторону Со стороны Васильевского Спуска Можно по нему Пройти по мосту Через мост Мимо места гибели На ту сторону на Москварике, но только в эту сторону, и власти будут регулировать допуском меньше-больше людей, для того, чтобы, если будет большая, но я думаю, что как раз будет еще целый день будет для такой мероприятия, что много-много людей будет идти туда для того, чтобы положить цветы к месту гибели. Ну, давайте мы уже, собственно, начнем наш разговор, и, конечно же, нам важно вспомнить Бориса Немцова и поговорить о том, что он значил и для общественной жизни, и для своих товарищей по политической деятельности, и для друзей, и для близких, да, вообще для нас, для нашей жизни. И, конечно же, хочется поговорить о том, что происходит сегодня в оппозиционном движении, есть ли какие-то вообще перспективы, потому что я помню, что когда говорили об выковечивании памяти Бориса Немцова, задавали все время этот вопрос, а вот что было бы, какой памятник вы бы хотели, очень многие отвечали на этот вопрос, что лучшим памятником Борису Немцову это будет дело его жизни, чтобы как-то дальше это все продолжалось, и объединение всех сил демократических, о чем он, конечно же, мечтал, как многие из нас, да. Но давайте мы про Бориса все-таки вспомним. Михаил Михайлович, у меня к вам такой вопрос. Вот за этот год... Да, конечно. Мне вернуться чуть-чуть к маршу. Да, да, да. Такой эхот, поскольку вы правильно, спасибо, объявили, еще раз напомнили о конкретном времени, начале марша. Во время марша там будут раздаваться еще такие обращения, бланки обращений с требованием установить мемориальную доску на месте гибели. И в конце марша будут стоять наши коллеги с коробочками для сбора, поэтому тоже такая, скажем, просьба к участникам, кто хочет присоединиться к этому требованию, чтобы установить на мосту мемориальную доску, возьмите этот бланк, запишите там свою фамилию, поскольку это по закону требуется фамилию записать, и в конце эту коробочку, одну из коробочек, которые в конце будут наши коллеги держать, опустить. Потому что мы потом собрали и представили таким общим докладом. Там уже больше 40 тысяч собрано подписей, завтра если будет нас много, то еще будут дополнительные подписи для того, чтобы мы все-таки эту тему не оставили, а будем требовать настойчиво, настойчиво требовать, чтобы все-таки была мемориальная доска установлена на месте гибели. Ничего особенного-то не требует, ни памятник, ни бюджет, ничего, а просто требует, просит поставить хотя бы просто памятный знак, что называется, тогда я вопрос другой задам вам, Михаил Михайлович. А как вам кажется, почему весь этот год власти так активно борются с памятью о Борисе Немцове? Что так пугает в этом? Ну, мое представление, что уже это место гибели и имя Немцова становится таким символом уже, как мы и год назад, 1 марта, когда шли маршем, призвали теперь называть этот Немцов мост, так уже это закрепляется, и как правильно сказали, что лучший памятник – это память о делах и о памяти о человеке, да, и поэтому власти боятся символизма. Я думаю, что по этой причине и марш сейчас не дали нам пройти точно так же, как в прошлом году, мимо места гибели. Это чей телефон? Виталий Наумович. Виталий Наумович, выключите, пожалуйста, там свой айфон. Ну, я думаю, что уже символизм уже состоялся, он будет только нарастать, поэтому, безусловно, власти пытаются всячески препятствовать этому. Ну, счет связан, конечно, с этим годом и то, что в прошлом году мы объявляли и о наших намерениях готовиться к выборам, готовиться к переменам, к изменениям. И марш весна, который в прошлом не состоялся, это было начало той кампании. Ну, после уже гибели Бориса мы продолжили все те, скажем, видения. Мы создали коалицию уже после его гибели. И уже работаем в этой коалиции уже с апреля месяца. И ничего не рассыпалось, продолжаем движение, участвовали осенью в региональных выборах, нам не разрешили в Новосибирске, но позволили в Костроме. Сейчас вот мы готовимся к выборам очередным, но уже не очередным, а федеральным, федеральным выборам. Да, поэтому это чрезвычайно важный период. И, конечно, с Борисом была полная ясность о том, что надо делать. И его, скажем так, прямолинейность в оценках действий любого человека. Если я это делал таким, ну, получиновничим, полуинтеллигентным, таким, ну, или таким обтекаемым образом, значит, то Борис... Дипломатичным. Дипломатичным, правильно. То Борис это делал прямолинейно. И многих это раздражало, просто гневило многих, значит, не терпели его. Поэтому злость в отношении него со стороны, вообще с его сословия правящего росла. Ну, и вот он, будучи инициатором многих маршей, например, три марши, которые, я точно помню, он инициировал. Например, это марш против антисиротского закона, то, что называется закон Дима Якулевна. Он это инициировал. Потом два антивоенных марша. Это все инициировал Борис и возглавлял. Ну, когда у нас были марши 11-12 годов, там у нас были наши коллекционные такие вещи, да, общие. Вот поэтому, конечно, Борис вызывал раздражение. И сделать из места гибели такой символ. Конечно, власти этого побаиваются. И такой, ну, нет объяснения, они ничем не объясняют. На первый раз объясняют, почему нельзя установить меморированную доску. Они говорят, по закону нужно 10 лет. Вот это мы говорим, почему Ахмаду Кадеру установили через два месяца после его гибели. Говорят, вот там желание или там было решение там. Пусть президент решит. Президент не решает. Мэр не решает. Президент говорит, что это типа дело местных властей, да? А это все-таки место-то какое? Оно все-таки, по-моему, федерального уровня? Сам мост-то, да? Это же не Собянин решает. Мост не федеральный. Мост не федеральный. Поэтому, да, закон относится так, что это решает, конечно, власти Москвы. Но они могут это сделать не по просьбе общественности, а по просьбе или указанию президента. Поэтому политической воли президента на это может быть. Если власти боятся пойти на встречу общественности, что они сейчас ярко демонстрируют, они просто боятся этого. А президент, имея тоже такой полномочий, как народ, сверху дать такое указание, не хочет этого делать. И наоборот, сделает все, чтобы как можно быстрее забыли об этом. Не получается такое. И туда, и туда, ни в другую сторону. Ну, так получается еще хуже для них-то. Потому что, получается, чем они занимаются? Весь год они вот занимаются этим мостом. Туда приходят люди с цветами. Эти цветы выкидывают. Потом начинают люди опять возвращаются. И что они этим доказывают? Ничего. А если бы это было бы официально и легально, может быть, и не было бы такой вечной борьбы весь этот год за это место. Потому что, опять, Борис Немцов их раздражает. Они не хотят признать, что Борис Немцов государство-общественный деятель. Вот смотрите, уголовное дело. Оно даже не перепланифицируется по этой статье. Убийство государства-общественного деятеля. Они говорят, это бытовое какое-то... Ну, слушайте, мы же... По заказу шофера. Да, по заказу шофера. Вот это цинизм такой. Ну, кстати, упрощенный. Считаю всех просто полными балбесами, давая такие объяснения. Вот так неумело, неуклюже пытаются каким-то образом препятствовать прямому, скажем так, изъявлению граждан их желания установить мемориальную доску. Ну, тут тоже не все так однозначно в обществе. Вы прекрасно понимаете. Когда мы говорим о тех людях, которые хотят, чтобы о Борисе помнили так, именно так, как мы с вами обсуждаем, да, и хотят установить там мемориальную доску или памятную табличку, это одна часть общества. А другая, наоборот, пина, продолжает его пинать, издеваться над ним уже мертвым человеком, оскорблять его, плевать. Это... и сколько? Я не знаю, каких больше. Мне кажется, что больше тех, кто оскорбляет. Или этого ошибочного ощущения. Может быть, мы их никто не подсчитывал. Много их... Потому что они очень крикливы. Больше или не больше. Они крикливы. Я прошу. А их зеркало этой части общества, Государственная Дума, которая сегодня... Которая сегодня опять же отказалась, да. Отказалась встать, да, и починить память Бориса, там, на минуту не хотели свой зад оторвать. Да, но даже уважая эту часть общества, которую мы обязаны уважать всех, значит, ну, мы в отношении укавечения памяти Бориса не требуем мост назвать официально, из исторического Большого Москворецкого, сделать немцов мост. Ну, народное название его, да. Мы не требуем там поставить какой-то там памятник или что-то такое, что может изменить архитектурный облик моста. Мы не требуем этого. Мы говорим, сделайте табличку, как это делается вообще, в принципе. У нас же такая есть табличка тем двоим ребятам, погибшим в 91-м году. Да. На другом мосту. Так у нас есть переходы на Пушкинской, там, где был серакт, там тоже есть мемориальная доска. И никаким образом ничего не меняет. И никаким образом не демонстрирует неуважение к другим людям, которые, так сказать, Бориса не любили и не любят. Слушайте, у нас по всем дорогам какие-то таблички просто никому неизвестным людям, которые в этом месте погибли. Слушайте, я говорю, как бы, Виталий, да, говорю этим людям. Послушайте, значит, Немцов был губернатором. Дважды был губернатором. Немцов был министром, был вице-премьером. Был главой политической фракции Государственной Думы. Значит, какие еще, много таких людей с такими, скажем, государственными заслугами и ступенями. И делал много полезного в стране. Вот поэтому и на этих постах и был. Он не просто сам себя куда-то назначал. Его назначали избранные людьми, народом, руководители. И он делал важные для страны дела. Двигал вперед. Создавал условия для развития. И как бы сейчас ни относились к нему, или как бы люди ни ощущали ситуацию нынешнюю, и таким образом относиться, не уважать людей, которые не глумились над чем-то, и не унижали граждан, и не попирали их гражданские права, а наоборот за них боролись. И сейчас эти люди, чьи права защищал Немцов, они говорят, что вот, так сказать, плохой человек, и не буду там повторять и так далее, и так далее. Только раз такие трансформации в головах произошли. Ну, дело же, посмотрите, у нас глумятся не только над Немцовым, на памяти Немцова. У нас глумятся над мертвым президентом Ельциным. Ну, у нас глумятся над живым президентом Советского Союза Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Не стесняясь, не стыдясь, никто не отвечает за свои слова. У нас это делают по телевизору, у нас это делают с высоких трибун, и ничего не происходит. О чем там говорить? Я уж не говорю про сидящего в этой студии премьер-министра бывшего, над которым глумятся в открытую. Да, и ничего, хулиганы. Ну, пока не глумятся, там, издеваются. Издеваются, да, оскорбляются. Это что? Это прямые оскорбления, прямые угрозы. Люди не прячут своих лиц, не скрывают своих фамилий и адресов. Ну, значит, что-то не так в обществе сделано, придумано, раз это позволит. Ну, видите, они считают, что... И они знают, что это позволит, да? Да, именно так вот, да. Они знают, что это позволит. И считают, что это норма жизни. А когда у нас около офиса был пикет, вот после моего приезда, из очередной командировки в регион, был пикет, значит, Нодель, как там называется. Да, да, да. Ну, там просто с плакатами. Что, значит, к расстрелу национальных предателей. С табличками 37-й год. Куда им подходят люди, говорят, вы знаете, что вы пишете? Говорят, ну, мы не призываем к расстрелу, но они плохие, значит. Вот люди просто стоят с плакатами, даже не понимают, какие мысли они пытаются донести до людей, которые читают эти плакаты, проходя мимо. Ну, это уже вот грань такая, да, что позволено уже это делать. Их же полиция не остановила и не отобрала у них эти плакаты. Нет. А завтра на нашем марше полиция предупредила, мы будем проверять каждый плакат при входе. Чтобы не было экстремистских плакатов, да? Ну, да. Где была ошибка, Михаил Михайлович, на ваш взгляд, если мы говорим, в принципе, о том состоянии общества, вот, что мы сегодня имеем, да? Ошибку я имею в виду со стороны, скажем так, либеральной части политиков. Ну, я вижу здесь два, если мы говорим о последней истории, два этапа. Первый – это конец 2004-го, начало 2005-го года. Это когда после трагедии в Беслане Путин объявил, что окруженный врагами, начал там законы, помните, отмены губернатских выборов, значит, пересмотр, перерегистрация всех партий, там, сжатие давления на правозащитников, они все агентами стали, там, и в камне появились, там, помните, там, все эти эпизоды, там, передатчик якобы какой-то информационный, все-все-все-все, вот это вот давление. И, фактически, значит, изменение системы выборов главного института демократического государства. Путин боялся, вы помните же, помните выборы его 2004-го года, когда он заставлял вместо Жириновского, чтобы шел его зам, вместо Жириновского, его охранник шел, вместо Зюганова шел его аграрный зам, значит, и так далее. Все вот такое вот. Харитонов. Да, Харитонов, для того, чтобы не было там реальной конкуренции. Он боялся этого. И он и сейчас мучается, мы это видим. Мучается с институтом выборов. Потому что это не его институт, это наш институт, демократов. Но он вынужден терпеть это, его всячески имитирует, что все-таки он существует и еще не отменяет. Сегодня, вот видите, он заявил, что на наши выборы, значит, там, забугорное... Готовится, да. Готовится, да. Готовится, что... Наши недруги за бугром. Готовится к нашим выборам. Да, да, да. Говорит президент страны. Народу говорит. Говорит ФСБ, офицерам ФСБ. Но это транслируется всему народу. Вот это все загружается. Поэтому, да, и суд выборов наш. Как бы к нему не относиться, что он имитационный сегодня. Да, это так, он имитационный. И все будут правы, те, кто скажет, имитация не будет. Михаил Михайлович. Но мы должны делать его себе. Да, Виталий. Михаил Михайлович, вот такой вопрос. Я понимаю, что я его уже, наверное, в 101-й раз задам. Но, тем не менее, сегодня, по-моему, пришли новые рейтинги. Там 81%, по-моему, поддерживает Путина. Вот вы мне скажите, и в то же время он там начинает про бугор, за бугор и так далее. Это что? Он сам, что ли, не верит в эти 81%? Ну, получается, что так. И даже то, что есть, скажем, апеллирует к угрозе, это означает, что ситуация в стране у него не контролируется. Как президент нам всем через пропаганду бивает в головы каждого гражданина, что все под контролем. Мы самые сильные, мы самые мощные, и все у нас хорошо. Но раз есть такая угроза в понимании Путина из-за рубежа, что какие-то враги нам хотят помешать выборам. Но это означает такая демонстрация слабости. Или другая демонстрация слабости. Это я так понимаю, что он сам не верит в то, что у него рейтинг 81%. Именно так. Или слабость в отношении Кадырова. Послушайте, как вот взорвавшийся чиновник, который сам его подобрал и сам его назначил, и не остановить его то, что он делает. Вот прямые угрозы, угрозы там посягательства на жизнь и так далее, и так далее. Как не остановить человека? Нет. Значит, молчок. Ничего не происходит. Вы подавали заявления же в правоохранительные органы? Да, и ФСБ, и Следственный комитет. Вообще ни одного сигнала нет. Никто ничего может сказать, даже где это заявление. Нас поставили отметку. То есть никакого ни ответа, ни привета? Ничего нет даже. Никто не может сказать, у кого на рассмотрение. Вообще никто ничего не знает. А по закону они должны ведь дать ответ какой-то? По закону, да. У них 30 дней по закону. 30 дней? Хотя кто-то скажет, что это заявление о преступлении, то это оно рассматривается вообще чуть-чуть не в трехдневных сроках. Я сейчас боюсь напутать. А у вас это было заявление квалифицировано как угрозой жизни или как? Это как там три момента. Это посягательство на жизнь государственного общественного деятеля. Второе – это публичные призывы к экстремистской деятельности. И третье – это разжигание розни и ненависти. Две из них подследственные ФСБ и одна подследственная Следственного комитета. Поэтому направили вдвое организации, чтобы они между собой разобрались, кто этим должен заниматься. Ничего. Эти все, мы считаем, все три, по всем трем этим статьям совершено преступление. Вот в виде прицела. Да, да, да. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, обращающиеся к аудитории, что речь идет не о хулиганском нападении на Михаила Касьянова, а именно о публикации в Инстаграме Кадырова, где Касьянов и Владимир Карамурза, младшие, были практически под оптическим прицелом. Так вот демонстрация была. Абсолютно прямая угроза. И с надписью, что кто не понял, тот поймет. Да, да. И потом еще сопровождалось в следующий день или в следующий день с какими-то собаками. И вот какие-то охранники там что-то демонстрили в фотке Кадырова с собаками, что опять-таки, кто не понял, тот поймет и так далее, и так далее. Поэтому это прямое, это безусловно, трактовки другой нет. Вот. Поэтому эта вся совокупность, значит, говорит о том, что раз Путин не может остановить Кадырова, значит, две вещи. Или он его боится, или он его поощряет и разрешает это делать. Уже прошло три недели, молчок. Ничего, никакой реакции. Ни от правоохранительных органов, ни от непосредственно Путина. А Путин, помимо того, что он гарант Конституции, он еще по закону правительства, ему делегировано такое полновочие, он еще является руководителем правоохранительных органов. То есть, он оперативно осуществляет оперативное руководство всеми силовыми ведомствами, министерствами ведомствами. Ну, подождите, а вы не допускаете третий вариант, что он просто не придает этому значения? Он согласен, что это, может быть, шутка такая? Что вот как вот... Нет, если он не придает значения, то означает, что он не соответствует должности. Потому что угроза жизни, он гарант безопасности каждого гражданина России. Если эта безопасность не гарантирована, то вопросы все к нему. А мы видим, что это не гарантировано. Я могу начать с самого простых вещей. Когда людей просто на улицах избивают. Сегодня, например, в Челябинске избили нашего активиста, организатора. Или вспомни, как отравили Володю Кором-Розо. Или убили Бориса Немцова. Да, это все, значит, безопасность каждого гражданина. И должные меры по расследованию все это не предпринимаются. В том числе руководителям правоохранительной системы. А вот эти тортометания можно расценивать тоже как милую шутку? Тоже, что пытаются доказать тот же самый козырь. Я, например, расцениваю это так, что если бы не было при этом выкриков и угроз, то можно было рассматривать как административное нарушение. Поскольку, на самом деле, мне не причинили никаких травм физических. Но поскольку это сопровождалось угрозами, угрозами покинуть страну, что я предатель и так далее, то прямое воздействие, это то, что называется в законе, это разжигание ненависти. Это уже уголовное преступление. Это хулиганство, но это уже уголовное преступление. Поэтому мы и требуем возбудить уголовное дело. Нам отказали сейчас в этом возбуждении уголовного дела, что оно будет административное. Но пока еще нет данных, что там по административному что-то делается. Ну, по крайней мере, люди, которые это делали, они все позировали в этом видео, которое на всех каналах этих, как Live News и так далее. Вот поэтому там нет больших проблем, я так понимаю, для правоохранения, а привет этих людей. Но, тем не менее, здесь полиция что-то сделала. И меня там опросили, там пришел большой чин, там начальник и так далее, и так далее. На следующий, там, пусть с задержкой, но далее заключение, что мы не возбуждаем уголовное дело, возбуждаем административное производство. А вот то, что в отношении Кадырова ФСБ, я вообще молчу. Михаил Косянов в нашей студии. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжаем нашу программу. Напомню, что здесь в Москве ведущий Ксения Ларина, а там в Петербурге ведущий Виталий Дымарский. А также напомню нашим слушателям номер СМС, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Вот он, после двадцати одного часа. Программа двадцать шестнадцать. Возвращаемся в студию. Здесь в студии Ксения Ларина, а в студии в Петербурге Виталий Дымарский. И в гостях у нас сегодня Михаил Касьянов. Мы вспоминаем Бориса Немцова, и вот хотели все-таки действительно вспомнить его путь политический. Как формировался политик Борис Немцов, Михаил Михайлович, для вас какой период его жизни был, собственно говоря, определяющим для его личности, на ваш взгляд? Я узнал Бориса, когда он приехал в Москву, уже в 1996 году. Но до этого, конечно, мы все знали, что самый продвинутый губернатор в России был губернатор Нижегородской области. Молодой, красивый парень, который придумывал разные вещи, как сделать более открытой жизни чиновников, как лучше общаться с гражданами, в отличие от периода, как это было в Советском Союзе, когда не было контакта между властью и народом вообще. Поэтому мы помним с того периода. Я думаю, что формировался он как раз первый момент, или первая часть, это как раз там, в Нижнем Новгороде. А потом уже, когда он окунулся в федеральную политику. Помните, он был министром энергетики, потом, короткое время, потом стал первым вице-премьером. Тогда вот я с ним уже в Москве общался, в то время был замминистра финансов. Борис был начальником большим, был первым вице-премьером. И он, конечно, брался за такие сложнейшие вещи, такие как реформа ЖКХ, или реформа энергетического комплекса. Потом, когда началась приватизация, он очень, так сказать, переживал все эти залоговые аукционы, как они шли. Потом, помните, была попытка продажи «Газпрома». Он там воевал с Березовским страшным образом. По его прессе здесь его сильно ополоскали. Но он стоял на своих принципах. Человек принципов. Человек убежденный, никогда не шел на компромисс с совестью. И, конечно, когда он и руководил комплексами, я имею в виду поддержкой бизнеса в энергетике, и что-то в сфере малого предпринимательства. Кстати, Ирина Хакамада, было бы его непосредственное подчинение, потому что он тоже отвечал за малое предпринимательство. И на этих всех совещаниях, конечно, было видно, что он отличался от предшествующего советского толка руководителей, именно пытаясь создать именно свободу для непосредственных предпринимателей. Осознавая, что движущим фактором или силы движущие в развитии, конечно, есть бизнес, предпринимательская инициатива, а не какие-то государственные корпорации. Поэтому я думаю, что тогда вот такое государственное мышление уже на уровне федеральном расформировалось в тот период, когда он был убит за премьером. Но хочу сказать, что я тогда с ним взаимодействовал достаточно часто, не скажу, что каждый день, но там раз в неделю по разным совещаниям, поскольку с финансовыми практически все вещи были связаны. Мы даже с ним ездили в командировки зарубежные. Помню в Японии такой, тоже немножко такой улыбку вызывающий, такое было совещание, переговоры с японским правительством. Вот мы с ним, значит, там у нас человек 10 делегаций, мы с ним сидим обсуждаем, что-то такое. А с той стороны, а мы все такие молодые. Все молодые. Там еще, так сказать, сорока не было. А с той стороны, вот такие умудренные жизненным опытом министры. Долгожители. А в Японии какая-то такая стагнация была все это время. Там долго, 20 была стагнация, минимальные ставки, значит, отсутствие вообще инфляции. Они очень мучились, потому что нет развития экономики. Они говорят, слушайте, вот вы сидите, вот посмотрите на нас, говорят, на молодые, у нас вот либеральные реформы, и у нас вот уже скоро будет рост. А там в седьмом году уже были такие, там полпроцента уже был экономический рост, значит. Вот. И поэтому, если вы хотите выйти из кризиса вашего, из стагнации, вот вы должны сменить эти дела молодые. Они там, конечно, не очень поняли, наши японские коллеги. Но, правда, мы там с ними добились того, что инвестировали несколько заводов на суперработки, мы получили от них потом в конце. Это так. Ну, потом был очень важный период нашей совместной работы уже, когда я был в правительстве, а он был в Думе. Вы знаете, что в период времени, в 99-2003, у правительства не было никакого большинства. Была фракция СПС, и было много разных фракций. Было там, в то время называлось Единство, еще там, регионы и так далее, и так далее. Это разные. Была фракция Яблоко, была фракция Коммунистов, и много-много-много фракций. И фактически каждый раз, для того, чтобы принять один или другой закон, скажем, по налоговой системе, тоже плоскую систему налогобложения 13%. Это же было там, ну, большие, двое были большие. Вот. Или другой закон, скажем, про сокращение срока службы в армии. То, что мы долго-долго спорили. Кстати, у нас с Борисом на эту тему были такие разногласия. Потому что я, так сказать, более консервативно и занимал позицию. А он с Гайдаром. Они говорят, нет, нас сразу на полгода сокращать и все. Я говорю, слушайте, ну, так нельзя рубить, значит. Да, и почему я в голове правительства. И обеспечение армии тоже моя ответственность, значит. И поэтому, когда я настоял, мы сделали ступенчатое сокращение. Сначала с двух до полутора лет срока службы, а потом уже с полутора лет до года. Что сейчас, в принципе, и существует. Вот. Поэтому практически все инициативы, которые тогда рождались, а практически все реформы были в тот период времени, после Гайдаровской первой волны, все остальные реформы такие существенные были в это время, они все, конечно, были на основе нашего взаимодействия правительства и фракции СПС. И уже потом мы добавляли, убеждали других депутатов, других фракций голосовать на эти законы. Так пробивались эти реформы. На каждый закон по поддержке той или иной реформы там уходило несколько месяцев. Не три дня, а три месяца минимум для обсуждения, аргументации. У нас было много оппонентов. Оппоненты коммунисты были, часто оппонировали нам яблочники, часто оппонировали там регионы, поскольку они свои интересы защищали. Это все нормально. Это как раз и есть политический диалог, в результате которого формируется реальный политический курс. И Борис, конечно, был, скажу так, в центре этого всего, находясь в Думе. Он сказал, что был инициатором или, так сказать, координатором таких вот либеральных идей и поддержки правительственных инициатив и движения по этому направлению. Италь. Да, я слушаю, я просто если уже начали вспоминать биографию Бори, то надо еще один факт, кстати говоря, обязательно упомянуть. Это то, что он был блестящим физиком. Еще до своей политической карьеры он просто был вундеркиндом в физике. И специалисты, профессионалы его очень высоко ценили и прочили ему огромное будущее. Именно как ученого физика. Ну и потом, наверное, нужно напомнить нашим слушателям, что Борис, по-моему, это изобретение Бориса вообще, само слово олигарх применительно. Это он первый запустил. Олигарх олигархи. И вообще он был настроен не оппозиционно, но достаточно конфликтно по отношению к нашему, так называемому, крупному бизнесу, который он обозвал олигархатом. Ну, это я должен уточнить, Виталий, прошу прощения. Да. К нашему, я сказал, к нашему. К нашему, потому что наш кубинец этого периода был олигархистик. Да, вот это абсолютно. Абсолютно. Сращивание. Конечно. Конечно. Я понимаю, Михаил Харькович, я именно это и подчеркиваю. Да, да, да. К нашему, так даже не в принципе, конечно. Мы еще сами не вспомнили про Чечню и про этот его знаменитый, его знаменитую акцию сбора «Миллион подписей против войны». Об этом сейчас многие вспоминают. Он, конечно, был отважным парнем. Многие говорили о том, что он такой, такая рисовка была, что он любил режиссировать какие-то популистские вещи. Но мне, когда знаменитая компания пересадит на отечественной, на Волге всех чиновников, ну, что-то в этом было, какой-то романтизм невероятный. По-моему, очень искренний. Еще одна черта, если говорить о искренности, это таких людей мало. Она, с одной стороны, вроде как и не свойственна настоящему политику, потому что политика – это все искусство интриги, это все искусство умолчания, да, какого-то очень... А здесь, в этом, может быть, и в этом была его главная привлекательность. Да, он был авторит, прямолинейный, искренний, это так, это так. Да, и очаровательно, я бы сказал. Это его любимая история, когда он любил рассказывать, это как Борис Николаевич его чуть там не женил на какой-то шведской принцессе. Когда они вдвоем уехали в Стокгольм, ну, вдвоем, там, наши делегации, они были в Стокгольме, и Борис Николаевич в своем стиле, значит, все ему там подмигивал и пытался познакомить с какой-то там шведской принцессой там в Стокгольме. А вот все-таки я хочу вернуться к этому вопросу, когда эта развилка произошла. Вот я Михаилу Михайловичу хочу таки предложить. Да, вот все-таки я имею в виду, что когда первые стали последними, вот, ровно наоборот, когда этот привертыш случился, это было уже при Путине, или это было еще при Ельцине, когда вдруг случился этот разворот, когда вдруг развернулась целиком эта махина под названием Российская Федерация, вдруг пошла совсем не туда, куда, собственно, вы ее пытались направить, вы и ваши коллеги. Я считаю, что это было при Путине, естественно. Первый такой поворот был, или он принципиальный поворот был, это был четвертый-пятый год. Тогда граждане не поняли этого, и поскольку росли доходы, страна была нами выведена на траекторию устойчивого роста, ВВП рос по 6-7% в год, доход населения по 15% в год, все только занимались собственным построением своего будущего. Рассматривали свое будущее в горизонте 10 лет, начали увеличивать количество членов своих семей, количество автомобилей, особенно, я говорю, о среднем классе в крупных городах, в Москве, в Питере, Екатеринбурге и других городах. Главное здесь. И не заметили или не поняли, что Путин отобрал у них свободу. Отобрал выборы, отобрал свободную прессу, осталось одно эхо Москвы, потом начали появляться другие. Но эхо как было, так и остается. Суд прекратил свое существование. Он никогда не был таким очень независимым, справедливым. Но судьи держали свою честь. Сейчас мы видим, что они согласны тоже на все. И мы видим, какие неправосудные решения выносятся каждый день. Когда людей просто ни за что сажают. По сфабрикованным просто обстоятельствам. Это тогда это было. И тогда как раз осудили окончательно Ходорковского. Это было в мае пятого года. А в декабре четвертого года, сразу после Беслана, вот этот вот Байкал финансгрупп перевел на себя имущество ЮКОСа. Все, руки были развязываны. И люди как бы не осознали этого. Не закрывали глаза, что нам живется хорошо и ничего. В этом ответственность прежде всего кого? О, либерально настроенные общественности, образованных граждан, живущих в крупных городах. Они являются движителем развития. А и в их обязанность входит объяснение другим людям, которые каждый день не интересуются то, что происходит в стране и за рубежом. А образованным людям интеллигенция, это их обязанность. Они знают сами, формируют свои отношения каждый день к происходящему. Но и они обязаны другим доносить свое мнение. Для того, чтобы они сравнивали то, что говорят пропаганда, и то, что говорят другие люди. Люди не удосужились это сделать. И интеллигенция не слишком активно доносила это. Ну, элиты, собственно говоря, которые в то время еще сохранялись во властных структурах. И вы как тогда действующий премьер не обещали? В каком году? В феврале четвертого года. Как раз на обострении с Юкусом. И разногласия были вокруг Юкуса. Потом разногласия с Путиным были по Украине и Белоруссии. Перед выборами. Да, да, да. За две недели до выборов. Да, да, да. И вот когда вот уже люди поняли, что их унижают в 2011 году, когда выборы думские, что их унижают просто, ну, не оглядываясь вообще, не спрашивая их. И тогда средний класс, опять-таки говорю, не народ, весь народ, а средний класс интеллигенция в городах Москвы, в Питере, в других крупных городах вышли, ну, вы знаете, что происходило. Ну, вот теперь их выжгли просто. Да. Их вообще нету. И Путин с его командой перепугались. Вы помните, перед Новым годом уходящий президент Медведев своими устами мысли Путина нам сказал. Мы готовы на политическую реформу. Создали рабочую группу. Мы с Борисом и с Володей Рыжковым написали перечень необходимых законов, первых законов, что надо принять за три месяца. В администрации это приняли. Сказали, да, да, все будет. Потом смотрят после февральского марша 2012 года, уже как бы и прекратилось. Нет каждый день или каждую там неделю этих демонстраций. То есть, все пошло на спад. Да, и Путин все забрал свои свои обещания. Говорит, вы хотите честные выборы? Вот камеру поставим, честные выборы. И мы помним, какие были честные выборы президента в 2012 году. Так же самое. Не было кандидата до Путина. Поэтому Путин потом расправился со всеми теми, кто тыкал ему в этот период весь. И что мы знаем, что было потом 6 мая 2012 года. 16 человек посадили в тюрьму ни за что просто. Избили людей и посадили в тюрьму в назидание другим. Вот два момента, на мой взгляд, которые элиты, если вы это называете так, я говорю, образованная часть общества в крупных городах, значит, должна была это исполнить. Не исполнила. Не в 2004-2005 году, ни в 2011-2012. Потому что, да, революция не делает средний класс. Людям, которым есть терять, они не делают революцию. Они по-другому участвуют в выборах и так далее. Но у нас в стране ситуация другая. Мы не находимся в уже состоявшемся демократическом государстве. И к тому же еще руководитель государства и его люди, находящиеся вокруг него, не исполняют конституционные обязанности укреплять это государство демократическое. А разрушают фундаменты, которые были заложены. У нас не было никакой демократии. Но мы строили эти институты. А сейчас все полностью разрушено. Нет ни одного института, ни одной черты демократического государства. Конституция висит сама по себе. А мы живем в другом мире. Тем не менее, в институт выборов вы все равно верите. Это наш, потому что мы хотим его отобрать. Я бы в отношении к Путину не имею. Путин ненавидит институт выборов. Он вынужден его имитировать. Мы должны его забрать себе. Поэтому мы должны общественным давлением, своим участием в этом, забрать этот институт выборов себе. Виталь. Да, я слушаю. У меня был вопрос. Мы уже отошли от этого. От поворота, который совершил Путин. Как Михаил Михайлович, это 2004-2005. А вот, Михаил Михайлович, может, вы лучше знаете, безусловно, его. Вот что произошло в голове? Почему? Почему Путин повел вообще страну по тому пути, по которому она идет с тех пор? Что? Ради чего? Какую? Ради чего? Это же мотивировка должна быть, да. Ради сохранения собственной власти. Пусть лучше Касьянов ответит. Ну, мы должны, конечно... Ради сохранения собственной власти и все. Во-первых, Виталий Наумович, мы должны откровенно сказать друг другу, всем, значит, сказать. Да, мы верили в то, что Путин, то, что он высказывал в 1999 году, и когда его Борис Николаевич номинировал как продолжатель курса, который с проблемами, но в правильное направление ввел Борис Ельцин. Тогда мы верили, что мы будем продолжать с меньшими ошибками, как минимум, а может быть без ошибок, продолжим курс на построение демократического государства с рыночной экономикой. С Путиным во главе? С Путиным во главе. У вас никаких сомнений не было? У меня не было сомнений. У Ельцина не было сомнений. У меня не было. У Бориса Немцова не было сомнений. Вы помните. Да, кстати, и Борис Немцов тоже агитировал за Путина. Конечно. Да, это правда. И Чубайс агитировал. Да, и Чубайс, и Немцов. Все мы вместе верили, что это правильно. И поэтому я и согласился быть премьер-министром по предложению Путина. СПС, вы помните, когда я ездила на Думу, значит, СПС Дума Путина в президенты. Да, мы все верили в это. И, в принципе, Путин исполнял обещание, данное мне, по поддержке реформ. Ну, кроме одной реформы газового сектора. Он мне не дал ее осуществить. Но когда начались проблемы, вы помните, там проблема была с Норд-Остом, как повелся Путин. Сначала были взрывы домов. Взрывы. Ну, это был 99-й год. 99-й год. Мы не верим. Я до сих пор не могу верить в то, что это... В ту версию, которую нам предлагал Березовский. Да. Я отказываюсь в вере. Поскольку нет убедительных данных, поэтому на предположениях я просто... Но факт остается фактом, что с нулевого практически рейтинга, после этих трагических событий, рейтинг Путина... Вдруг Путин появился как лидер. Это правда. Да, и мы верили. Но когда начали проблемы с Норд-Остом, потом давление на бизнес, ЮКОС, посадка Ходорковского, Лебедева, я больше видел отношения к Украине и Беларуси. Путин не хотел их рассматривать как настоящих партнеров. Просто как младшие братья. Не надо с ними на равных... Зачем вы с ними на равных за какие соглашения или договоренности достигаете, которые, так сказать, не обеспечивают превосходство наше. Ну, я упрощаю, но смысл в этом нет. Поэтому это росло такое осознание. И мы уже с Борисом в 2004 году понимали, когда мы с ним катались на лыжах, после чего правительство было весом на восставку ушло. Когда Путин посчитал, что мы там какой-то заговор делали. Катаясь на лыжах, мы обсуждали, как СПС провалился. А сейчас вот на выборах декабря 3-го года. В 2004 году, как раз, был предвыборный период. И они посчитали, спецслужбы посчитали, что мы с Борисом заговор. Подговорили Хакамаду снять себя. Подговорили Харитонова снять свою кандидатуру. Кто там еще в Глазе снимался. Они посчитали, что вот это вот и есть заговор. Сейчас окажется то, что останется только Путин и Миронов. Лыжный заговор. Лыжный заговор, да. Австрийский лыжный заговор. Останется Путин и Миронов. Никто, никому никакого интереса никакого нет. Люди не придут. А в то время была норма 50% минимальная явка. И тогда все. Выборы не состоялись. Премьер-министр становится его президентом. Вот они все это... Это, кстати, все у Луниши из Игоря написано в книжке. Да, да, да. Про этот заговор в кавычках. Да, это мы с Борисом долго это все-таки обсуждали. Хотя, на самом деле, никакого заговора у нас не было. Мы, конечно, обсуждали всякую политику. Все обсуждали. Но никаких намерений. Такого у нас плана не было. И вообще у меня план в то время был уходить. Потому что я уже понимал, что Путин неправильный человек. И я дальше уже, так сказать, не буду на госслужбе. Ну и просто, так сказать, я не доработал до конца срока. Потому что в преддверии выборов Путин, значит, отправился чуть раньше в отставку. Слушайте, у нас время неумолимо движется уже к концу. Но все-таки мы главный вопрос-то еще пока не задали Михаилу Касьянову. Вопрос, который задаем мы друг другу вот уже на протяжении 20 лет. По поводу объединения демократических сил. Ну, в данном случае речь идет, конечно же, о демократической коалиции, куда входит, собственно, и Парнас, и несколько других партий. В том числе партия Алексея Навального и партия 5 декабря. И не помню, там кого там еще назвали. Демократический выбор, либитарианская коалиция, движение солидарности. И партия Яблоко. Здесь вроде даже было, вот я имею в виду, возможное объединение. Потому что уже обращение было различных общественных деятелей, которые я лично тоже подписала, когда Людмила Михайловна Алексеева с такой идеей обратилась, как вот не подписать. Я уверена, что все здравомыслящие люди под таким бы обращением к вам подписались бы. Ну и что, не получается все равно? Ну, смотрите. Яблоко никаких предложений нам не делало. Мы сделали предложение, обсудили на нашем заседании коалиции. Лидеры коалиции согласились с тем, что мы должны сделать предложение Яблоко. Создать политический союз. Это значит, идеологическое единение. Без организационного слияния. Да, это бы означало, что мы сказали, что мы вместе. Мы одинаково видим ситуацию в стране. Мы одинаково осуждаем то, что происходит. Мы видим одинаковое будущее. Мы работаем вместе. Не конкурировать хотя бы во время страны. Это не хотя бы. Мы объединяемся. В лице всех граждан мы едины. Да, по технологии выборов, поскольку закон не позволяет нам, запрещает нам идти вместе одним списком, мы идем двумя списком. Но в этой конструкции мы набираем больше 10%. Это означает, что это точно больше 10%. Когда наконец-то, как вы правильно говорите, наконец-то после 25 лет распри, демократы все объединились и идут, о них нет никаких разногласий. Тогда бы просто было бы симпатия голосовать за список Парнаса или за список Яблока. Поскольку этих людей, избирателей, больше 10%, обе партии проходят. Я в этом уверен. Так. После вашего обращения, я уже подкорректировал даже на большее. Яблоко сказал, что если Яблоко, согласно до выборов, создать единую партию с нами на равных, я уверен, что я сумею убедить своих коллег по коалиции и в партии, и мы примем такое решение. Ответа нет на предложение наше. На ваше предложение общественников мы слышали, был ответ, что вот... Ну, я не знаю, как его интерпретировать, но в таком яблочном стиле, что вот Яблоко и есть, объединенные демократы, и больше ничего не надо делать. И вот все должны признать, что Явлинский главный кандидат единственный. И вот приходите все в Яблоко и так далее. И вступайте или не вступайте, идите, потому что список, если вы достойны, мы изучим это дело, вас включим. Не достойны, ну, в другом месте поищите. Вот это такой ответ. Вот, кстати, хотелось... Мы ждем ответа на наше предложение. Политическое единение. Потому что это база. Есть единение, остальное технология. Как список был сформирован, что он будет сформирован. Вот мы пригласим вас, общественников, контролировать этот процесс. Но главное, чтобы было согласие. Да, мы согласны работать вместе. Сливаться в одну партию еще время юридически из-за этого. Или не сливаться, но должно быть единение. Ну, кстати, чем отличался и Борис Немцов? Он мог свои амбиции умереть политические, личные, ради общего дела. Он мог подвинуться и сказать, все, ребята, меня сейчас не надо. Меня сейчас не надо. Вот сейчас пусть будет Алексей. Он в этом смысле был молодчим. Друзья, мы завершаем наш эфир сегодня. Спасибо Михаил Касьянов, Виталий Дымарский, Ксения Ларина. И не забудьте про завтрашний день. В два часа ждем вас на Страстном бульваре, около метро Чеховская. Вспомним Бориса. Маршем в память Бориса. 20-16.